МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. На территории Нининского округа появятся социальные тарифы на интернет для малообеспеченных граждан. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы региона с вице-президентом компании Ростелеком. Точки роста. Специализированные образовательные центры для школьников открываются в трех общеобразовательных учреждениях города Нарьенмара. В одном из них побывала наша съемочная группа. Территориальное общественное самоуправление Заполярной столицы вносит существенный вклад в озеленение своих микрорайонов и благоустройство территории. В минувшие выходные отличились жители микрорайона Захребетный. Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. Эпидемиологическая обстановка в Нининском округе продолжает оставаться стабильной. За минувшие выходные не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19. Амбулаторно продолжают лечиться от инфекции шесть жителей города Нарьенмара. Под медицинским наблюдением дома и в обсерваторе находится 243 человека. Несмотря на благоприятную эпидемиологическую ситуацию в регионе, на территории Нининского округа с 20 сентября решением губернатора Нининского округа по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора введен масочный режим в местах массового скопления людей. Об этом напомнил в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона Юрий Бездудный. Да, статистика не страшная, но в целом ситуация с заболеваемостью такова, что нужно быть готовым ко второй волне COVID-19. А это значит, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Эти меры будут приниматься в зависимости от конкретной эпидобстановки на территории региона. В случае очередной волны в осенне-зимний период они будут ужесточаться. Но если эпидемиологическая ситуация потребует от нас ужесточения мер безопасности, мы их будем ужесточать. Будем действовать адекватно. В настоящее время на территории региона продолжается вакцинация взрослого и детского населения против гриппа. Она стартовала еще в конце августа. Медики подвели промежуточные итоги. Кроме этого, продолжается вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито 13% населения. Это 2461 ребенок и 3096 взрослых. Это ненадуманная история. Вот эта активность вакцинации гриппом связана только с тем, что мы живем с вами в условиях эпидемии ковида. И если ковид накладывается на грипп, то лечение или излечение и течение болезни проходит в очень тяжелой форме. То есть, говоря о том, что необходимо вакцинироваться, мы в первую очередь заботимся о здоровье людей. Привиться от гриппа можно во взрослой и детской поликлиниках Ненецкой окружной больницы по месту работы по предварительным заявкам от организаций. Учащиеся общеобразовательных школ и воспитанники детских садов получат вакцину централизованно по месту образовательного учреждения. Также напомним, что с 20 сентября отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для лиц, пребывающих в округ и за его пределами. Однако это не касается детей, посещающих образовательные учреждения, а также работников этих учреждений. По прибытию в округ они должны предоставить справку об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией. Если такой справки при себе нет, то им придется провести две недели дома на самоизоляции. В настоящее время под медицинским контролем на самоизоляции на дому и в обсерваторе находятся 243 человека. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал Север. Компания Ростелеком готова установить на территории Ненецкого округа социальные тарифы для малообеспеченных граждан. Договоренность о доступности интернета для всех категорий жителей округа была достигнута в ходе рабочей встречи главы региона с вице-президентом Ростелекома. Отдаленность Ненецкого округа от большой земли, высокая стоимость технологических затрат по обеспечению интернет-связи на территории региона отражаются на тарифах компаний Ростелеком для населения. Воспользоваться услугой по подключению к всемирной паутине может далеко не каждый. И желательно, чтобы услуги интернета были доступны не только тем людям, которые работают и получают хорошую зарплату, но и тем жителям, которые мы не можем назвать высокообеспеченным. Это даст возможность пользоваться услугами интернета всем жителям нашего округа. Антон Годовиков поддержал идею губернатора Ненецкого округа, напомнив, что магистральный канал волоконно-оптической линии связи был протянут в округ в 2012 году. Тогда компания инвестировала в проект более 200 миллионов рублей. Сегодня компания Ростелеком готова разработать гибкие тарифы для отдельных категорий населения. Я думаю, что нам стоит разработать какой-то механизм, обеспечивающий с одной стороны соблюдение нами законов о купаемости, в том числе нового законодательства, с другой стороны удовлетворение вашего беспокойства о социально неосъщенных слоях населения. Помимо этого представители сторон в ходе рабочей встречи обсудили перспективы участия компании Ростелеком в проекте «Безопасный город». У компании уже есть опыт работы в этом направлении в других субъектах Российской Федерации. Во время встречи глава региона также предложил представителю Ростелекома оборудовать подсветку на мачте предприятия в центре окружной столицы. Мы увидели, как прекрасно выглядит город в ночное время, как он подсвечен. Мы рассмотрим различные варианты и я вернусь обязательно с ответом с тем, чтобы постараться эту проблему как-то решить с нашей стороны в том числе и внести свой вклад в красоту города. Понятно, что это довольно значимые затраты, они должны быть забюджетированы, поэтому мы постараемся включить их в бюджет и будущих периодов с тем, чтобы суметь это сделать. Конечно, в этом году это невозможно, в силу того, что бюджетный год завершается. Бюджет образования на следующий год еще не завершено. Посмотрим, если нам удастся достаточно заработать, то, конечно, мы с радостью этот проект реализуем. Главным же итогом двусторонней встречи, по мнению главы региона, стала договоренность о доступном интернете для всех категорий общества. Мы понимаем, что есть категория жителей, которые бы хотели получить тариф, доступный им. И вот на встрече мы обсуждали этот вопрос и очень надеюсь, что компания Ростереком, как наш надежный партнер, обязательно рассмотрит возможность создания такого социального тарифа. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Центры создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Не по школьному уютная обстановка, яркая и удобная мебель, никаких острых углов, парт и неудобных стульев. Одной из первых в школьную точку роста заглянула 11-классница Оксана Кузьменко. Здесь девушка готовится к предстоящему уроку. Мне не нравится, потому что можно сесть и сделать домашнее какое-то, если не успеваешь или... Здесь прямо? Ну, столбик. Или провести перемену, делать какие-то вещи не школьные. Подготовка к дизайнам, например, или к каким-то другим секциям. Точка роста оснащена современными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами, манекенами, квадрокоптерами, а также оборудованием для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи. Семиклассник Михаил Пластинин увлекается робототехникой. Мальчик уже опробовал дроны, которые базируются в точке роста. Кстати, первое задание от директора школы было посмотреть при помощи дрона, в каком состоянии крыша школьного здания. Кроме того, Миша планирует при помощи этих аппаратов создать на 3D-принтере, который тоже имеется в точке роста, макет нашего города. Дрон возможен для съемок и, например, можно снимать школы с разных видов, дома, чтобы построить, например, те же 3D-модели и строить на 3D-принтере. Можно там прям целый город, но в маленьком формате. Школьники классами младше в точке роста тоже найдут занятия по душе. Например, конструирование. Отличие от обычных моделей в том, что здесь в машинку или самолет можно поставить настоящий двигатель. Или даже можно построить самолет. И они могут даже двигаться. Вот у нас есть такие вот моторчики. Двигатели? Даже двигатели есть. Слушайте, потрясающе. Центры дадут учащимся возможность создавать свои проекты, готовиться к региональным и федеральным конкурсам, форумам, слетам, а также обучаться на новом оборудовании по предметам технологии, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. Всем ребятам очень интересно, потому что техника очень новая, современная. Мебель сама вот расцветная. Необычная. Не классная, не школьная. Да, да, да. Именно этот стиль паттерн, он очень замечательно комбинирует. Необычные занятия требуют от педагогов такого же подхода. Поэтому учителя, которые будут работать в точке роста, своевременно прошли специальные курсы. Учителя, которые там будут работать, они уже прошли курсовую подготовку. Прошли курсовую подготовку. Это учителя информатики, это учителя технологии, это учителя БЖ. То есть они прошли курсовую подготовку еще весной. В общем, они знают, как работать с этим оборудованием. Оборудование все достаточно новое, очень дорогое. Очень современное. И, в общем, оно позволит заинтересовать детей. Перед официальным открытием, которое состоится 29 сентября, губернатор оставил ученикам первой школы, которые придут сюда на занятия, пожелания. Наверное, пусть мечты сбываются. Безусловно, из вот этой точки роста должны выйти будущие инженеры, программисты. И те занятия, которые будут проходить здесь, они будут формировать, уже закладывать будущее профессии ребят. Я абсолютно уверен, что отсюда выйдут действительно и хорошие программисты, и инженеры, ну и просто нормальные ребята, которые здесь будут там шахматы играть. И, может быть, в зоне лаунж там просто отдыхать или готовить уроки. Торжественная церемония открытия образовательных центров «Точка роста» пройдет в формате всероссийского онлайн-марафона в режиме телемоста. На связь выйдут почти 3000 общеобразовательных организаций из 80 субъектов страны. Планируется, что к 2024 году в стране появится 16 тысяч центров «Точка роста». 27 сентября во всем мире празднуется День туризма. Международный или внутренний, организованный или самостоятельный туризм требует отдельного внимания, потому что это тот вид отдыха, который дает нам новые, ни с чем не сравнимые впечатления. Туристической теме в Ненинском округе была посвящена вся минувшая неделя, в рамках которой прошли различные мероприятия и акции для жителей нашего региона. В последнее время стал активно развиваться внутренний туризм Ненинского округа. И действительно, у нас есть большое количество мест, которые можно посетить, погрузиться в особенную атмосферу самобытности региона, попробовать новую для себя кухню. Но даже местные жители не всегда знают о тех возможностях, которые у них есть. Центр развития бизнеса совместно с Центром арктического туризма нашли решение этой проблемы. На прошлой неделе у нас прошло несколько прямых эфиров с нашими представителями туристической отрасли, которые занимаются реализацией маршрутов и продуктов в нашем регионе. Я уверен, что многим жителям это было очень полезно, многие, потому что не знают, где и чем у нас, собственно, можно заняться. Также мы поделились тем, чем занимается наш Центр арктического туризма, какие у нас планы по развитию, что было и что будет. Презентации региональных туроператоров проходили в онлайн-режиме. В таком же формате пришлось проводить и гастрофестиваль, так понравившийся в 2019 году его участникам. Тогда в Нарьинмаре была организована отдельная площадка в рамках празднования юбилея округа. Нельзя не отметить количество гостей ресторанов из других регионов, разнообразие блюд и мастер-классов, которые были доступны жителям и гостям города. В прошлом году мы провели оффлайн гастрофестиваль. Нам очень понравилось, и обратную связь получили мы от жителей, от гостей нашего региона. Очень много хороших впечатлений. К сожалению, в этом году свои коррективы внесены, но мы проводим гастрофестиваль в онлайн-режиме. Рестораны Нарьинмара в прямом эфире провели кулинарные мастер-классы. Набор продуктов можно было заказать предварительно. Но все же это сложно сравнить с тем уровнем, который был задан на первом фестивале «Тундра». Организаторы надеются, что уже традиционный праздник еды удастся возобновить в режиме реального времени через год, повторив тем самым успех первого гастрономического фестиваля. Туденькие такие вот, как колбаску лежит в данном фестивале. Такие резать ни в коем случае нельзя. Стей – это хороший, здоровый кусочек мяса. В рамках празднования Международного дня туризма два представителя Ниницкого округа отправятся в Салихард на полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства», где представят два проекта по развитию регионального туризма. Один из них – «Полярная мозаика», направленный на продвижение поселений Ниницкого округа. Мы планируем, что на базе Центрактического туризма в следующем году мы создадим новое такое событийное мероприятие, которое будет направлено на продвижение и представление наших сельских населенных пунктов, на территории которых как раз и находятся все наши основные достопримечательности и самые уникальные природные объекты. Это Каменный город, Памбашор, село Коткино с их водопадами. Я думаю, что есть о чем рассказать, есть о чем поделиться с жителями и с гостями города. Надеемся, что все будет хорошо и мы пойдем дальше. Жители микрорайона Захребетный в минувшие выходные вновь собрались вместе, чтобы не просто пообщаться, а сделать доброе дело – посадить более 20 деревьев. На этот раз озеленили территорию возле пруда и новой спортивной площадки. За процессом наблюдала наша съемочная группа. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Вот сейчас будет у нас расти. Полдень в микрорайоне Захребетный оживленном. В выходной день соседи вышли озеленить свою территорию. Среди них Николай Чикин. Черноземом присыплем, да и поливать надо будет. Начало, как сказать, почаще, побольше. По словам председателя ТОСа Захребетный Алексея Асташова, более 20 деревьев были закуплены в рамках выигранного гранта. Тут, потому что есть и черемуха, и есть и черноплодная лябина, их здесь нету, сосны. У нас здесь вряд ли найдешь. Выиграли на грант, деревья купили, и вот, видите, наверное, клубы, цветы. Цветы досидели раньше, а деревья пришли вот сейчас. Два дня назад мы пришли. И вот мы сегодня сделали субботник. Посадим, и вот на следующий год будет основная работа, чтобы они не пришлись. Так как нужно утро-вечер по ведру воды минимум на каждое дерево. Кропотливый труд Алексея Затеевича не останавливает, впрочем, как и его соседи единомышленников. Благодаря их инициативе в микрорайоне была установлена спортивная площадка, облагорожен пруд, на котором установили фонтан в виде китенка. Его, кстати, сделали сами жители. Я вот рядышком живу, мне интересно тут приходить и все, позаниматься. Очень хорошо построили все. И дети играют, все бегают наши. Все нормально, все хорошо. И кит у нас тут плавает. Именно вокруг пруда с китенком и детской спортивной площадки жители микрорайона высадили все 20 деревьев. Однако, говорят, на этом дело не ограничится. Планы ограничить, много чего еще есть. Планы, вот, начальший год сбывается, вот тогда и увидите. А сейчас пока это... Элитрига, да? Да, да, да. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...